В текущем году был не только юбилей нашей реализации, но и поставлен своеобразный рекорд по количеству заседаний Совета коллективной безопасности ДКБ. Он собирался для обсуждения актуальных проблем пять раз. Это впервые в истории нашей организации. И трижды в соответствии с обращением премьер-министра Республики Армении Николова Пашиняна. На очередных и нечередных заседаниях Совета коллективной безопасности ДКБ обсуждался вопрос о ситуации на армяно-азербайджанской границе. По поручению глав государств в Армении отработала мониторинг-комиссия в главе с генеральным сетарем и начальником объединенного штаба организации. Кстати, я хотел бы отметить тоже ту оперативность, которая была достигнута в ходе этих сентябрьских событий. 13 числа, как вы помните, создались расширенные бои на границе Армении с Азербайджаном. В этот же день главы государств собрались в онлайн-формате для проведения саммита, сессии с генеральным безопасностью, обсуждения этой ситуации. Тут же было принято решение о направлении миссии, мониторинге миссии в Армении. Буквально через день там уже приземлился самолет, борт с первой группой, передовой группой от этой миссии. И последующие события говорят о том, что мы можем работать там, где надо, очень оперативно и эффективно. По итогам работы этой миссии было подготовлено предрешение Совета коллективной безопасности о совместных мерах показания помощи Республике Армении, который был осмотрен на сессии Совета коллективной безопасности 23 ноября этого года в Ереване. И я все-таки хотел бы рассчитывать, что после соответствующей доработки мы выйдем на пакет на принятие двух таких очень важных взаимодополняющих документов. Это вот решение Совета коллективной безопасности по указанию помощи Республике Армении. И заваление Совета министра страны дел ОДКБ в поддержку усилий по достижению мира в регионе Южного Кавказа. Субтитры создавал DimaTorzok